Доброе утро, Идуард. Сегодня доброе, да? Доброе, доброе. Солнечное. Что вы здесь с утра сегодня? Сегодня занимаемся спилкой дерева, контролируем процедуру. Я как помощник Оксаны Антоновны Дыркальевич, главы фракции Ридный Миста в Полтавском Минске Раде. Была отмониторена ситуация, что люди жаловались. И был репортаж в интернете о том, что есть проблемная ситуация с этим домом и с аварийным деревом. Оксана Антоновна отреагировала. Дерево связались с определенными управлениями, с МЧС и выделили технику для того, чтобы помочь людям. Потому что дерево аварийное и могло случиться беда, потому что рядом... Это уже беда. Ну, да. И это потому, что дети гуляют, пенсионеры. И если, не дай бог, такое тяжелое высокое дерево упадет на дом, ну, вы же сами понимаете, будет не особо, можем обрести очень много проблем. К сожалению, там уже крыша дыряла из-за этого дерева. Ну, ничего. Ну, да. Но я думаю, все равно я передам информацию. Нашими депутатами будет подниматься вопрос на заседании профильной комиссии Горсовета. Если уже, так скажем, такая ситуация сложилась, то будем как-то пытаться решать вопрос и с помощью ремонта этой крыши, которая была повреждена впоследствии от этого дерева. Понятно. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Дело в том, что я представляю жильцов подъезда номер один по адресу Черновола-2. У нас возникла такая проблема, что наши отставники когда-то посадили дерево тополь, и это дерево выросло выше нашего дома, стало рушить нам крышу дома. И поэтому мы обратились, неоднократно мы обращались к вам, к респолком, ЖЭК, и все время был отказ. Дело в том, что нам помогли, и сейчас этот вопрос решается. Мы на стадии уже фактически демонтажа дерева. Я хочу выражать благодарность депутату Антали Киркач. Пресса освещала, это Александр Демидович, пресса освещала нам на наши проблемы. И скажем...